Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, сегодняшняя наша лекция посвящена взглядам Владимира Ильича Ленина на соотношение экономической и политической борьбы пролетариата. И начать свою лекцию я хотел бы с одной цитаты, которую можно обозначить как афоризм, как вступление к сегодняшней лекции. Ленин пишет «Марксизм связал в одно неразрывное целое экономическую и политическую борьбу рабочего класса, и стремление авторов креда отделить эти формы борьбы принадлежит к самым неудачным и печальным отступлениям их от марксизма». Таким образом, на этом можно было и завершить, собственно говоря, сегодняшнее наше занятие. Потому что уже из одной этой короткой цитаты понятно, что Владимир Ильич не рассматривал экономическую и политическую борьбу пролетариата как, во-первых, две отдельные борьбы, или два отдельных вида борьбы, которые должны вестись независимо друг от друга. С другой стороны, он в данном высказывании не ставит какой-то вид борьбы выше другого – политическую и экономическую борьбу. И третий вывод, который мы можем сделать, опираясь даже на это короткое высказывание, то, что именно марксизм связывает неразрывное целое экономическую и политическую борьбу пролетариата. То есть, это является одним из главных постулатов марксизма. А стремление отделить эти формы борьбы как раз является отступлением от марксизма, при этом самым печальным отступлением. Ленин пишет, «Точно так же не может быть речи ни о каком коренном изменении практической деятельности западноевропейских партий, вопреки авторам креда. Громадное значение экономической борьбы пролетариата и необходимость такой борьбы были признаны марксизмом с самого начала. И еще в 40-х годах Маркс и Энгельс полемизировали против утопических социалистов, отрицавших значение такой борьбы». Не случайно здесь ссылка на борьбу Маркса и Энгельса против утопических социалистов. Мы с вами знаем разницу между научным социализмом и утопическим социализмом. Этот вопрос разбирался в курсе лекции Красного университета. В чем состоит это отличие? В том, что утопические социалисты видели возможность социалистического преобразования общества сверху, со стороны правящего класса. Поэтому, конечно, ни о какой борьбе со стороны унитетных классов, который рассматривался только как класс страдающий, как пассивный элемент общества, над которым, так сказать, производят действие как объект, а не как субъект политической жизни. И, соответственно, нужна не борьба, а нужно убедить правящие классы в том, что они живут неправильно, в том, что плохо эксплуатировать трудящихся, плохо эксплуатировать рабочих. И, уверовав, так сказать, в это, они начнут переустраивать общество на более справедливых принципах и ведут социализм. Конечно, это утопия, и без борьбы никакие блага в этом мире не достаются. Поэтому нужна борьба, борьба с угнетенным классом и, прежде всего, рабочему классу. И поэтому особенно важна экономическая борьба, как борьба, которая возникает стихийно, которая возникает из столкновения с реальностью рабочих, вытекает из условий их жизни, из условий их труда, из того конфликта между заработной платой и капиталом, который неизбежно возникает, как только труд приобретает наемный характер. Далее Ленин пишет. Когда около 20 лет спустя образовалось Международное общество рабочих, вопрос о значении профессиональных рабочих союзов и экономической борьбы был поднят на первой же Конгрессе в Женеве в 1866 году. И мы видим, что вопрос о значении профессиональных союзов и вопрос о значении экономической борьбы остается актуальным до сих пор. Мы знаем, что и сейчас раздаются голоса представителей так называемого левого движения, что экономическая борьба есть нечто второстепенное, что ее необходимо оставить профсоюзам, что прежде всего нужно создавать мощную политическую партию, необходимо объединиться так называемым левым, создать единый союз, ну, видимо, пойти вот этой мощной политической партией на выборы, завоевать тем самым политическую власть и установить диктатуру пролетариата. А экономической борьбой, которая воспринимается как что-то низменное, второстепенное, как борьба только за кусок хлеба, пусть занимаются профессиональные союзы, это их дело, и, так сказать, негоже политическим партиям заниматься такой мелочью. А между тем, резолюция этого Конгресса точно указала значение экономической борьбы, предостерегая социалистов и рабочих, с одной стороны, от привлечения ее значения, заметного у английских рабочих в то время, с другой стороны, от недостаточной оценки ее значения, что замечалось у французов и немцев, особенно у лассальянцев. Резолюция признала профессиональные рабочие союзы не только закономерным, но и необходимым явлением присуществования капитализма, признала их крайне важными для организации рабочего класса, его ежедневной борьбе с капиталом и для уничтожения наемного труда. То есть мы видим, что в XIX веке было понимание того, что для организации рабочего класса, для организации его ежедневной борьбы, а по-другому борьбу вести невозможно, ее нельзя вести так, как ведут, так сказать, на поверхности политической жизни буржуазные политические партии, от выборов до выборов, вернее, в предвыборный период, когда все резко активизируются, начинают бороться с друг с другом, начинают активно пытаться завоевать голоса трудящихся, раздавая разнообразные обещания. Ну, те, кто обладает административным ресурсом, не только обещания, но и раздают некие плюшки, так сказать, для того, чтобы умаслить электорат. Но в межвыборный период можно жить спокойно и, собственно говоря, ничем этим не заниматься. Паралитаря так не может, потому что угнетение его, эксплуатация его происходит каждый день. Каждый день он сталкивается с тем, что ему недоплачивают, что заставляют работать больше, чем это нужно для получения заработной платы, ухудшают условия труда и так далее. То есть, постоянно идет давление со стороны капиталистов, как со стороны каждого из собственников средств производства, так и со стороны класса капиталистов в целом, когда ухудшаются в целом условия труда, ухудшаются и удлиняется рабочий день, удлиняется период трудовой жизни, как это было с пенсионной реформой, когда всем добавили дополнительных лет работы, а дня в тем самым, по подсчетам экономистов, еще и из кармана вытащив по полтора миллиона у каждого из работающих граждан. То есть, борьба должна вестись постоянно. И для того, чтобы вести эту борьбу, причем как в рамках своего предприятия, так и в рамках отрасли, так и в рамках региона, необходимо объединение рабочих в профессиональные союзы. Но интересно, что эта резолюция признает профессиональные союзы важными также и для уничтожения самой системы наемного труда. Хотя, казалось бы, из одной экономической борьбы это не вытекает, потому что если вы боретесь только за улучшение условий труда, вы боретесь только за повышение заработной платы, то есть вы, казалось бы, не выдвигаете политических требований, и каким образом может быть уничтожена сама система наемного труда при борьбе только за экономическими интересами. Оказывается, профессиональные союзы нужны не только для экономической борьбы, но и для воспитания масс для политической борьбы, для организации их, крупные союзы, и для того, чтобы рабочие получили опыт борьбы прежде всего с своим ближайшим врагом и научились тем самым бороться и с классом капиталистов в целом. Резолюция признала, что профессиональные рабочие союзы не должны обращать исключительно внимания на непосредственную борьбу против капитала, не должны сторониться от общего политического и социального движения рабочего класса. Их цели не должны быть узкими, а должны стремиться к всеобщему освобождению угнетенных миллионов рабочего люда. С тех пор среди рабочих партий разных стран не раз вставал и не раз будет, конечно, вставать о том, не следует ли в данный момент обратить несколько больше или несколько меньше внимания на экономическую или политическую борьбу пролетариата. Но общий или принципиальный вопрос и сейчас стоит так, как он поставлен марксизмом. То есть, единство экономической и политической борьбы. А вот тактические приемы и соотношение между политическо-экономическими формами борьбы в данный конкретный момент может меняться. И зависит это от многих условий, прежде всего от состояния развития капитализма, от фазы, в которой находится в данный момент капиталистическая экономика. Мы знаем, что для капитализма характерна цикличность, характерно наличие периода подъема производства и периода кризисов, так называемые кризисы перепроизводства, когда происходит спад производства, когда происходит снижение занятости, когда усиливается безработица, когда снижаются заработные платы. И, конечно, в зависимости от того, на подъеме ли находится экономика или идет спад, создаются разные условия для экономической борьбы пролетариата. Если экономика на подъеме, прибыли большие, каждый день, каждый час простое производство приносит миллионные убытки и, конечно, в таких условиях рабочим легче бастовать и капиталисты более, скажем так, склонны пойти на уступки, потому что лучше уступить в малом, чем потерять в большом. В то же время расширение производства приводит к тому, что уменьшается резервная армия труда и особенно некем заменить рабочих, которые бастуют или которых можно уволить из-за забастовки. Поэтому капиталисты на подъеме производства заинтересованы также и в сохранении количества работающих. И мы знаем, что подъем рабочего движения и увеличение количества забастовок прямо пропорционально росту экономики. Это наблюдалось в конце 19-го, начале 20-го века. Мы видим это на примере европейских стран, на примере России, четко совершенно отмечается, когда идет экономический рост, увеличивается количество забастовок и забастовки оказываются эффективными. Когда производство уменьшается, когда идет спад во время кризиса, соответственно, уменьшается количество производимой продукции, есть возможность, вернее, не есть возможность, а необходимо сокращать рабочие места, ну, по представлению капиталистов, естественно. Соответственно, прибыли меньше, поэтому бастовать в таких условиях значительно сложнее. Когда за воротами стоят безработные, готовые встать на твое место к станку с одной стороны, с другой стороны, и потери от остановки производства не так страшны, оно и так приостанавливается в связи с тем, что нет сбыта производимой продукции. И в этот момент на первый план может выходить и уходит политическая борьба, в том числе теми формами, которые, то, что касается вопросов идеологической борьбы, то, что касается вопросов борьбы парламентскими методами. Ну, и здесь это не единственное, скажем так, ну, это вот как пример, но это не единственное различие между разным соотношением между экономической и политической борьбой. В определенные периоды, период революции, конечно, например, политическая борьба, она выходит на первый план. Экономическая борьба здесь реализуется в меньшей степени. Убеждение в том, что единая классовая борьба пролетариата необходимо должна соединять политическую и экономическую борьбу, перешло в плоти кровь международной социал-демократии. Исторический опыт неопромерживо свидетельствует далее, что отсутствие политической свободы или стеснение политических прав пролетариата всегда ведет к необходимости выдвинуть политическую борьбу на первый план. На первый план. Ну, здесь речь идет о том, что, конечно, о том периоде, когда действительно нет политической свободы, но ее нет не только у пролетариата, как правило, нет и у остальных членов общества. И в этих условиях в том числе идет выдвижение на первый план политической борьбы. Значит, что касается роли партии в политической и экономической борьбе пролетариата. Владимир Ильич Ленин также посвятил этому вопросу ряд работ, в частности, в тактической программе к кабинетному съезду в разделе профессиональных союзов он пишет, опять же, повторяя свой тезис, о котором я уже говорил, что социал-демократия всегда признает экономическую борьбу как одну из составных частей классовой борьбы пролетариата, а наиболее целесообразной организации рабочего класса в целях экономической борьбы являются широкие профессиональные союзы. Экономическая борьба может привести к прочному улучшению положения рабочих масс и укреплению их истинно классовой организации лишь при условии правильного сочетания ее с политической борьбой пролетариата. На основании этих тезисов Владимир Ильич выдвигает следующие предложения к съезду. Первое, что все организации партии должны способствовать образованию беспартийных профессиональных союзов и побуждать к вступлению в них всех представителей данных профессий, входящих в состав партии. То есть здесь мы видим, что партия не только не должна стоять в стороне от профессиональных союзов, но и должна, первое, способствовать образованию профессиональных союзов, то есть организовывать их, и второе, обязать членов партии входить в состав этих образуемых профессиональных союзов. В современной России есть партия, которая действует в строгом положении с ленинскими предложениями, с ленинскими тезисами. Это рабочая партия России. Рабочая партия России совместно с Федерацией профсоюзов России проводит ежегодно, дважды в год, дважды в год проводит в Нижнем Новгороде семинар Российский комитет рабочих. Российский комитет рабочих. Где как раз разбираются вопросы профсоюзного движения, создания профсоюзов, профсоюзной борьбы. Но это еще не все. Рабочая партия России решением своего съезда призвала организовывать профессиональные союзы, членов партии организовывать профессиональные союзы на своих предприятиях, либо создавать рабочие секции в рамках существующих профсоюзов, то есть активно заниматься профсоюзной борьбой. На Российском комитете рабочих подробно разбираются вопросы тактики, вопросы стратегии, связанные с организацией экономической борьбы пролетариата. И кроме того, туда приезжают люди, которые имеют практический опыт такой борьбы, они делятся своим опытом. И это уникальная площадка, где рабочие сами выступают, рабочие и только рабочие принимают решения, и рабочие вырабатывают рекомендации для самих себя и своих товарищей, для того, чтобы эта борьба была наиболее эффективной. К чему должна стремиться партия? Партия должна всеми мерами стремиться к тому, чтобы воспитывать участвующих в профессиональных союзах рабочих в духе широкого понимания классовой борьбы и социалистических задач пролетариата, чтобы завоевывать свои деятельности, фактически руководящую роль в таких союзах, и, наконец, чтобы эти союзы могли при известных условиях прямо примыкать к партии, отнюдь, однако, не исключая из своего состава непартийных членов. То есть, роль партии в профсоюзах состоит в том, что необходимо расширять рамки борьбы, то есть, необходимо давать дальние ориентиры, а не только ближайшие, и давать представление о том, для чего вообще вся, так сказать, для чего вообще происходит вся профсоюзная работа и профсоюзная борьба. Конечно, необходимо просвещать рабочих в том, что необходимо создавать забастовочные комитеты, организовывать забастовки, а забастовочные комитеты, в свою очередь, могут выдвигать своих представителей в советы, в объединение рабочих того или иного города, того или иного населенного пункта, и создавать советы. А советы это уже зачатки диктатуры пролетариата. Когда борьба выходит за рамки одного предприятия, когда она охватывает работников разных предприятий одной отрасли, а потом региона в целом, она и приобретает политический характер. Об этом писал Маркс по манифесте коммунистической партии. Каким образом союзы могут примыкать к партии? С одной стороны, у нас профсоюзы не являются по законам политическими организациями, и вроде как никакие партии в их работе не участвуют и не курируют, но мы знаем, что профсоюзы, которые существуют сейчас в России, они, конечно, находятся под сильнейшим влиянием буржуазных партий. Федерация независимых профсоюзов России находится под колпаком Единой России, фактически под руководством Единой России, то есть партии крупной буржуазии. Конфедерация труда России это прежде всего находится под влиянием справедливой России. Но тем не менее Конфедерация труда России это не вполне однородное образование, там есть правое крыло в большей степени, есть левое крыло, которое представлено Федерацией профсоюзов России. Это наиболее сильные, наиболее боевые профсоюзы, те, которые достигли наибольших успехов в борьбе, те, которые отвоевали себе наилучшие условия по заработной плате, по условиям труда. В частности, это профсоюз авиадиспетчеры. Важно также, что профессиональные союзы, привыкая к партии, не исключают из своего состава непартийных членов, то есть, они сохраняют характер широких организаций трудящихся. без поддержки беспартийных невозможно установление диктатуры пролетариата, потому что в политике играет роль масса, играет роль то, сколько людей участвует в тех или иных событиях, в тех или иных политических событиях. Но и здесь мы опять-таки можем обратиться к опыту Российского комитета рабочих. На Российский комитет рабочих приглашают всех рабочих, независимо от их партийной принадлежности, независимо от их политических взглядов. Условием является то, что эти рабочие должны быть выдвинуты своими трудовыми коллективами. Или профессиональной или профсоюзной организации своего предприятия. И это делегирование должно быть подтверждено мандатом, который подписывают как минимум пять рабочих, либо соответственно мандат от первичной профсоюзной организации своего предприятия. Но партийная принадлежность не учитывается при участии в Российском комитете рабочих. Российском комитете рабочих. Ленин пишет, всякая классовая борьба есть борьба политическая. Известно, что эти глубокие слова Маркса оппортунисты порабощенными идеями либерализма понимали превратно и старались истолковать извращенно. Числом оппортунистов принадлежали, например, экономисты, старшие братья ликвидаторов. Экономисты думали, что любое столкновение между классами есть уже политическая борьба. Экономисты признавали поэтому классовой борьбой борьбу за пятачок на рубль, не желая видеть более высокой, развитой общенациональной классовой борьбы за политику. Экономисты признавали таким образом зачаточную классовую борьбу, не признавая ее в развитом виде. Экономисты признавали, иначе говоря, в классовой борьбе лишь то, что было наиболее терпимо с точки зрения либеральной буржуазии, отказываясь идти дальше либералов, отказываясь признавать более высокую для либералов неприемлемую классовую борьбу. Экономисты превращались этим в либеральных рабочих политиков Экономисты отказывались этим от марксистского революционного понятия классовой борьбы Рабочую партию России довольно часто упрекают в экономизме Упрекают в том, что наша партия не идет дальше экономической борьбы Что мы не видим леса за деревьями Что мы призываем бороться за какие-то узкие интересы Бороться за заключение коллективного договора в интересах трудящихся И, собственно говоря, на этом останавливаться Но те, кто знаком с программой рабочей партии России, понимают, что это не так С одной стороны С другой стороны Каждый раз, говоря о борьбе за заключение прогрессивного коллективного договора Мы говорим о том, что эта борьба не является нашей конечной целью Конечной целью все-таки является создание забастовочных комитетов на предприятиях Причем, поскольку забастовка может быть приостановлена То это предзабастовочное состояние может сохраняться сколь угодно долгое время И забастовка может быть возобновлена в любой момент Современное российское законодательство Трудовой кодекс Российской Федерации Создает условия для того, чтобы забастовка, если она организована и проведена согласно букве закона Является делом, по сути дела, всего коллектива Потому что решение о забастовке принимает коллектив Общим собранием, либо конференции Причем за объявление о забастовке должно проголосовать более половины работников предприятия То есть не только члены профсоюза, не половина членов профсоюза А должна проголосовать именно половина работников То есть это уже массовая акция, это уже коллективное действие Даже само голосование за объявление о забастовке Которое, конечно, сплачивает коллектив Почему предзабастовочное состояние может и должно сохраняться длительное время То есть забастовка не должна останавливаться Потому что помимо заключения коллективного договора Необходимо также добиваться его исполнения А как вы понимаете, исполнение коллективного договора Это не одномоментный акт Это постоянная деятельность Это соблюдение тех норм труда, которые прописаны в коллективном договоре Это соблюдение тех норм оплаты труда Соблюдение норм выдачи средств индивидуальной защиты И так далее То есть все, что касается различных разделов коллективного договора Должно контролироваться и должно исполняться Есть штраф за нарушение коллективного, за неисполнение коллективного договора Для работодателя он смехотворен И кроме того, добиться, даже если добиться наложения этого штрафа Это не изменит саму ситуацию Коллективный договор не будет исполняться А исполняться он будет только в том случае Если за этим коллективным договором состоит большинство работников предприятия И это большинство готово подняться в любой момент Для того, чтобы защитить свой коллективный договор И добиться его исполнения Поэтому создаваемые забастовочные комитеты Они, создаваемые забастовочные комитеты Должны действовать постоянно И, соответственно, представители Этих постоянно действующих забастовочных комитетов Могут формировать объединение Или совет рабочих данного города Данной области И вести борьбу уже на политическом уровне На политическом уровне Вот таким образом Поэтому ни о каком экономизме Конечно, в отношении рабочей партии России Идти речь не может Речь идет о том С чего надо начинать борьбу И к чему эта борьба закономерно должна привести Ленин пишет также о том Что сама по себе Экономическая борьба Если нет твердой политической цели Если нет понимания перспективы Она не может перерасти В борьбу политическую Поэтому, опять же, здесь важна роль партии Рабочего класса Основной программной задачей которой Является соединение Научного социализма с рабочим движением И Партия рабочего класса Проходит ряд стадий Эти стадии связаны С состоянием С одной стороны Так сказать Представителей Интеллигенции Которые Являются носителями Коммунистической идеологии И с другой стороны С состоянием Самого рабочего движения На первой фазе Когда В первой фазе Когда рабочее движение Слабое Или отсутствует И Коммунистическая идеология Находится в головах Только Немногих Представителей Различных слоев Общества Прежде всего Это, конечно Интеллигенция И Это Период Кружковщины По сути дела То есть Организуются рабочие Марксистские кружки Их происходит Обсуждение Теории Строятся Различные планы Но Поскольку Нет Опоры На движущую силу На пролетариат Партия На данном этапе Не может быть Создана Второй период Это Когда Идет Подъем Рабочего движения И подъем Забастовочной борьбы В этом случае Вернее На этом Этапе Активизируется И Деятельность кружков Они начинают Объединяться Начинают Формировать Зачатки Политических Партий В то же время Идет Формирование Широких Организаций Рабочего Класса Формирование Профессиональных Союзов Которые Активно Включаются В борьбу Которые Организуют Забастовки И Это Дает Толчок К развитию В том числе И коммунистического Движения На третьем Этапе Когда Рабочее Движение Продолжает Развиваться Активно Продолжается Активная Экономическая Борьба В Самой партии Происходит Формирующаяся Становящаяся Партия Рабочего Класса Начинается Некий Разброд И шатание Начинается Период Отхождения Ряда Деятелей От Основ Марксизма Отступления И это Порождает Такие Направления Марксизма Как Экономизм Как Легальный Марксизм Или Азовизм Или даже Ликвидаторство То есть Разрывается В сознании Некоторых Носителей Коммунистической Идеологии Связь Между Рабочим Движением И Между Политической Борьбой Но Этот Период Как Пишет Владимир Ильич Должен Преодолен И Должно Произойти Вновь Соединение Политической Борьбы С Экономической Борьбы Пролетариата Мы знаем Что Такое Соединение Произошло Произошло Оно В канун Великой Октябрьской Социалистической Революции Когда Пошел Активный Приток Рабочих С одной стороны Активный Приток Рабочих В Российскую Социал Демократическую Партию Большевиков С другой Стороны В Органах Власти Которые Создавали Сами Рабочие В Советах Шел Процесс Большевизации То есть Замена Представителей Буржуазных Мелкобуржуазных Партий Которые Изначально Составляли Большинство На Представителей Социал Демократической Партии И Это Привело К тому Что Действительно Произошло Соединение Мощного Рабочего Движения И Политической Партии Рабочего Класса Что Позволило Завоевать Пролетариату Политическую Власть И Установить Диктатуру Пролетариата Это Было Невозможно Без Того Без Той Подготовки Без Той Беспрецедентной Экономической Борьбы Которую Вел На протяжении Несколько Десятилетий Российский Пролетариат Бастуя Активно Пройдя Через Первую Русскую Революцию Когда и были Созданы Первые Советы Получив Урок Политической Борьбы С Угнетающими Классами В целом И Без Продолжения Вот этой Борьбы На Предприятиях Без Того Чтобы Объединиться В Советы И Партию Рабочного Класса Таким Образом Мы знаем Что Этот Путь Был Пройден Как Он Был Пройден И Понятно Что Говорить О том Что Возможно Организовать Только Политическую Борьбу И Организовать Политическую Стачку Одномоментно На Многих Предприятиях Когда Нет Еще Активной Экономической Борьбы Нет Достаточного Количества Забастовок Это По сути Дело Такая Же Утопия Как Надеяться На То Что У нас Социализм Будет Введен Указом Президента Что Мы Видим В Настоящее Время На Каком Этапе Находимся Мы Сейчас Сказать Что Мы Находимся Полностью На Этапе Кружков Это Уже Неправильно Потому Что С одной Стороны Есть Четкое Понимание Теории Есть Партия Которая Является Носителем Марксистской Теории Это Рабочая Партия Россия Которая Действует На Правах Общественной Организации Есть Российский Комитет Рабочих Как Прообраз Съезда Советов Но С другой Стороны Мы Не Видим Активной Забастовочной Борьбы И Этому Есть Много Причин И Прежде Всего Конечно Это То Положение В Системе Мирового Капитализма Которым Россия Оказалась После Реставрации Капитализма В России То есть Это Периферийный Периферия Мирового Капитализма Это Фактически Полуколониальное Существование Это Роль Источника Сырья И дешевые Рабочие Силы В Системе Мирового Капитализма Поэтому Ведущей Тенденцией Является Сокращение Производства Ведущей Тенденцией Является Сокращение Прежде всего Высокотехнологичных Производств Сокращение Машиностроения Сокращение Производства Инструментов То есть Основы Современной Капиталистической Экономики Сколько бы Не говорили О постиндустриальном Обществе О Том Что мы Живем В мире Цифровых Технологий Но тем не менее Машиностроение Производство Станков Производство Того Что может Произвести Те же самые Компьютеры Является Ведущим Является Основой По-прежнему Является Основой Экономики Вот эти Производства С крупными Трудовыми Коллективами Конечно Сейчас Находятся Не в лучшем Состоянии Мы видим Что Есть и Противоположная Тенденция Отдельные Производства Создаются Строятся Отдельные Предприятия Но Тем не менее Эта Тенденция Не является Превалирующей Приводит Это К тому Что Борьба К сожалению Борьба Рабочего Класса На предприятиях Носит Чаще Всего Характер Последнего Средства Когда Предприятие Уже Начинает Закрываться Или Длительное Время Не выплачивается Заработная Плата Вот тогда Начинается Борьба За то Чтобы Сохранить Свои Рабочие Места Попытаться Или Попытаться Вернуть То Что Не было Не выплачено В виде Заработной Платы Надо Констатировать Что Во-первых Момент Упущен Если Борьбу Начинать На данной Стадии С одной Стороны С другой Сороны Собственность На средства Производства Находится В руках Капиталистов Поэтому Так Или Иначе Если Предприятия Собрались Закрыть Его Закроют Поэтому Борьбу Должны Вести Прежде Всего Рабочие На Активно Работающих Предприятиях Там Где Условия Труда И Заработная Плата Не Самые Худшие Там Где Речь Идет Не о Выживании А о Том Чтобы Отсоции Отстоять Своё Человеческое Достоинство И Отстоять Отстоять Своё Право На Лучшую Жизнь И Работники Этих Предприятий Должны Показать Пример Всем Остальным Потому Что Они Уже Находятся В лучших Условиях У них Есть Работающее Производство Есть Заработные Платы И Надо Понимать С одной Стороны Что Всё Это Можно Потерять Любой Момент И То Что Сейчас Так Ситуация Благополучная Не значит Что Завтра Эта Ситуация Будет Сохраняться Такой Же Все Всё То Что Досталось Без Борьбы Может Быть Отнято В любой Момент Это Непреложное Правило С одной Стороны С другой Стороны И Даже То Что Досталось Борьбой То Что Завоёвано В условиях Политического Господства Буржуазии Также Является Непрочным Потому Что Опять Таки Ленин Писал Об этом Неоднократно Что Все Достижения Все Частичные Успехи Которые Достигаются Экономической Борьбой Они Также Могут Быть Отняты Обратно Буржуазии В условиях Спада Производства Или в условиях Других Каких-то В том числе И внешних Факторов И мы Видим Сейчас Вот этот Так сказать Повод Пандемии Коронавируса Прекрасный Повод Для Буржуазии Для того Чтобы Затянуть Гайки Заставить Рабочих Затянуть Пояса Вводятся Новые Штрафы Даже Элементарно На Штрафах Можно Заработать Штраф За маски За Перчатки И так Далее То есть Буржуазия Не упускает Любую Возможность Для того Чтобы Собирать С работников Дополнительную Прибыль Уменьшить Свои Издержки Повод Может быть Любой Сейчас Это Пандемия Завтра Это Внешняя Угроза Послезавтра Это Санкции Вчера Были Санкции Каждый Раз Находится Какой Нибудь Повод Для того Чтобы Платить Низкую Заработную Плату Для того Чтобы Рабочие Работали Не говоря Оше Шести Часах Не Восемь Часов А Десять Часов Или Двенадцать Часов И Поэтому Рано Или Поздно Пролетариат Приходит К Пониманию Того Что Все Эти Частичные Завоевания Они Обратимы И Для Того Чтобы Действительно Улучшить Своё положение Улучшить Своё положение Коренным Образом Необходимо Завоевание Политической Власти Помочь Пролетариату Осознать Необходимость Политической Борьбы Необходимость Завоевания Политической Власти Должна Коммунистическая Партия Но Партия Как я уже Говорил Неоднократно И Как об этом Писал И Писал И Маркс И Ленин Не должна Пренебрегать Экономической Борьбой Не должна Говорить Рабочим О том Что их Борьба Ничего не Стоит А их Так сказать И Оставлять Профсоюзам Борьбу За экономические Интересы Должна Активно Включаться В эту Борьбу Должна Помогать Теории Должна Помогать Активной Борьбой Членов Партии В профсоюзах Вот Таким Образом Соединяя Научный Социализм С рабочим Движением Способствовать С одной Стороны Активизации Экономической Борьбы Пролетариата С другой Стороны Просвещению Пролетариата И Его Активному Участию В политической Жизни Подводя Итоги Можно Сказать Что Неразрывная Связь Политической Экономической Борьбы Является Одним Из Основных Постулатов Марксизма И Владимир Ленин В своих Работах Придерживался Этого Тезиса Доказывал Необходимость Как Политической И Экономической Борьбы И Безусловно Понимание Того Что Конечной Целью И Экономической И Политической Борьбы Является Завоевание Пролетариатом Политической Власти Установление Диктатуры Пролетариата Благодарю За внимание Работы Которые Проверяет Михаил Васильевич Проверяются По Следующей Схеме Которая У нас Работала Изначально Валерий Александрович Собирает Эти Работы С Сайта СДО И Отправляет Михаила Васильевич Попову Михаил Васильевич Попов Эти Работы Считает Большую часть Работ Этих Он Зачитал На Занятии И Прокомментировал Те Работы Которые Поступили После Разбора Ответов Также Были Собраны С сайта И направлены Михаилу Васильевичу Попову Если Вы Не Получили Уведомление О том Что Работа Не Зачтена Значит Она Зачтена Отметки В СДО Не Появится Потому Что Михаил Васильевич Непосредственно В СДО Работу Не Проверяет Те Преподаватели Которые Проверяют Работу Непосредственно На Сайте Те Делают Отметки Ну В частности Я делаю Отметки У меня Тоже Не все Работы Еще Отмечены Хотя Все Были Прочитаны Просто Не Было Времени Пока Еще Написать Всем Комментарии Но В любом Случае Все Работы Будут Проверены И Все Получат Свои Оценки В отношении Михаила Васильевича Не Беспокойтесь Если Вы Не Получили Незачет Значит У вас Зачет Вопросов Не Поступило Чем Отличается Капитал Отместитель Капитал Это Собственно Говоря Политэкономическое Понятие Инвестиции Это Определенная Форма Капитала Если Речь Идет О Иностранных Инвестициях То Это Форма Вывоза Капитала Когда Капитал Применяется Не В той Стране Который Который Является Его Источником Происхождения А Применяется В какой-то Другой Стране Это Называется Вывоз Капитала То есть На Деньги Капиталиста Империалистической Страны Организуется Производство В Стране Зависимой Организуется Таким Почему Это Происходит Потому Что Затраты Издержки Производства Меньше В Странах С Менее Развитым Рабочим Классом Что Позволяет Платить Меньшую Заработную Плату С одной Стороны Ну И В этих Странах Как правило Меньшая Стоимость Рабочей Силы Вот Разница То есть Это Разновидность Капитала И Вернее Способ Применения Этого Капитала Так Вопрос В прошлой Лекции Почему Не было Задания После Последней Лекции Что Имеется Ввиду После Какой Последней Лекции Наверное Попов Губинов Наверное Да Попов Попов Задания Возле Последней Лекции Занятия Ну Задания У нас К семинарским Занятиям Лекция Как правило Построена Таким образом Что Лекция Предваряет Семинарское Занятие Но Как вы Видите В этом Году Не получилось Такого Полного Соответствия То есть Не все Лекции Сопровождаются Семинарскими Занятиями И Сегодняшняя Лекция Например Она Хотя и Связана С Семинарским Занятием Которое Будет На Следующей Неделе Но Тем не менее Здесь тоже Полного Соответствия Нет И поэтому Вам понадобится Изучить Дополнительные Материалы Для того Чтобы Подготовиться К Семинарскому Занятию В Следующую Среду Эти Материалы Размещены Уже Товарищем Мордовиным И Вопросы Но Для Облегчения Этой Задачи Надо Будет Ответить Не на Три Вопроса А Только На Один Вопрос Единственное Что Прошу Не Выбирать Всем Один И Тот Ж Вопрос Да Постарайтесь Все-таки Не Идти Самым Простым Путем Выбрать И Более Сложный Вопрос По Вашему Представляти Постараться На него Ответить Поскольку Эта Тема Новая В этом Году У нас Еще Не Было Разборов И Собственно Говорим Лекции Которая Вы Напрямую Рассказывала О Программе Про Союзов Задачи Коллективных Действий Такой Лекции У нас Нет Хотя Материала По этой Теме Предостаточно В общем-то В интернете Это и Материалы Российского Комитета Рабочих Прежде всего Это и Наши Выступления Представителей Рабочей Рабочей Партии России Поскольку Программа Задачи Коллективных Действий Включена Была Нашей Партии В Программу Партии Тем Не Менее Для Облегчения Задачи Вот Вопрос Только Один Что Есть Форма Инвестиционные Фонды Что Такое Инвестиционные Фонды Я Думаю Что Наверное На Этот Вопрос Лучше Бы Ответил Виктор Голков Честно Говоря Потому Что Я Не Говорю Что Это Не По Теме Нашего Сегодняшнего Занятия Ну Здесь Скажем Так Так Такое Углубление В Строение Современной Капиталистической Экономики На Которые Лучше Бы Ответил Наверное Виктор Иванович Голков Вопрос Правильно То Что Основные Владельцы Капитала В России Можно Посмотреть В лицо В российском Списке Форбс Хочется Знать Своих Героев В лицо Правильно Я Я На Ваш Сверху Ну С одной Стороны Правильно С другой Стороны Мы знаем Что Правильное Не Есть Истинное Потому Что Достаточно Большое Количество Владельцев Средств Производства В России Являются Иностранными Гражданами Которые Владеют Через Акции Через Подставные Какие-то Фирмы И Их Мы В лицо Знать Не можем Скорее Не узнаем Поэтому Достаточно Часто Истинные Бенефициары Скрыты От нас Как изменился Национальный Вопрос И изменился Леон После Распространения Интернета Интернет Это Средство Коммуникации Это Средство Распространения Информации Это Средство Массовой Информации Способ Передачи Этой Информации Что Что касается Национального Вопроса То Национальный Вопрос Может быть Решен Двумя Или Поставлен Двумя Способами В зависимости От Того Какой Идеологии Вы Придерживаетесь Если Вы Придерживаетесь Коммунистической Идеологии Соответственно Вы Придерживаетесь Понятия Пролетарского Интернационализма Это Значит Что Рабочие Всех Стран Находятся Под Гнетом Капитала И Соответственно Условия Их Угнетения Условия Освобождения Интернациональны И В рабочих Разных Стран Рабочим Разных Стран Разных Национальностей Нечего Делить Друг С Другом У них Есть Один Общий Брак Которого Они Должны Победить А Есть Если вы Стоите На Буржуазной Точке Зрения То Да Прежде всего Это Национальные Интересы При этом Не важно Принадлежите Представители Вы К К Классу Наемных Рабочих Либо Вы Являетесь Собственником Средств Производства Если Вы Одной Нации Значит Вы Братья Значит У вас Прежде Всего Есть Общий Интерес Общий Национальный Интерес Так Скать Поэтому Должны Обняться И Пойти Вместе А Представители Других Наций Они Являются Враждебными Или Нейтральными По отношению К вам Кто-то Может быть Союзником Но Прежде всего Это Чужие Поэтому Здесь Интернет Собственно Говоря Влияет На Распространение Как одной Так и Другой Идеологии Но Изменить Ваше Представление В корне Он не может Все Зависит От того Востоятель Его Прежде всего На Классовых Позициях Либо На Позициях Своего Класса Либо На Позициях Класса Противоположного Вот Таким образом Назовите Наиболее Сильные Профсоюзы России Наиболее Сильный Профсоюз России Это Профсоюз Авиадиспетчеров Это Профсоюз Докеров Вот Наверное Два Вот Этих Профсоюза Наиболее Сильные Ну и сейчас Профсоюз Действия Набирает силу Если говорить О непроизводственных Профсоюзах С товарищем Бобинов Товарищем Бобинов Товарищ Бобинов Продвинул Его Его Значительно Вперед С какими Профсоюзами Сотрудничает Рабочая Партия России Рабочая Этих Этих Семинарами В интернете Они представлены На нашем канале Они представлены На Ленру Была Живая Трансляция С последнего Заседания И предпоследнего Уже Несколько лет Происходит Будет Трансляция Я надеюсь Весной Этого Года Профсоюз Докеров Профсоюз Докеров Работают Члены Нашей Партии В Петербургском Контейнерном Терминале И При их Непосредственном Участии Произошло Заключение Недавно Перезаключение Коллективного Договора На крупных Производствах Положение Рабочих Более Ныне Неплохое А на Маленьких Рабочие Сплатиться Не смогут Их поодиночке Уволят Как Я об этом И говорил В своей Лекции О том Что борьбу Должны Начинать И вести Прежде всего Рабочие Крупных Предприятий На которых Положение Не такое Плохое Что касается Мелких Предприятий То конечно Если Весь Штат Предприятия Можно Уволить Одномоментно И Набрать Вновь Сотрудников Одномоментно Конечно Условия Для борьбы Здесь Практически Отсутствуют Поэтому Сложно Да Здесь Надо Надеяться На то Что Борьбу Начнут Все-таки Работники Крупных Предприятий Добьются Улучшения Не только Своего положения Но и Улучшения Скажем так Добьются Улучшения Трудового Законодательства И Тем Самым Смогут Улучшить Положение Работников На Малых Предприятиях С одной С другой С другой С другой Мы знаем Что Помимо Производственной Формы Объединения Профсоюзов Есть Отраслевая Форма Организации Профсоюзов То есть Работники Малых Предприятий В разных В одной Отрасли Также Могут Объединяться С друг С другом И Вырабатывать План Каких-то Совместных Действий Вот Таким Образом Но Опять же Это Достаточно Сложно И В основном Работа Конечно Идет С крупными Предприятиями В фирме Я работаю Менеджер Общий Офисный Планктон Плюс Отдельно В провинции Производство Имеет ли Смысл Говорить О классовой Борьбе С офисным Планктоном Или Только С рабочими На производстве Ну Если Вы считаете Своих Товарищей По работе Планктоном То Себя Наверное Считаете Так Сказать Касаткой Или Китом Который Мимо Этого Планктона Проплывает Поэтому Конечно Если Стоять На такой Позиции То Разговор Не получится Если Вы Считаете Своих Товарищей Равными Себе И В том Числе И по Интеллекту Так Сказать И по Положению Своему То Тогда Этот Разговор Имеет Смысл Потому Что Мы Понимаем Что Для Того Чтобы Вносить Научный Социализм В рабочее Движение Без Интеллигентов Не Обойтись И в том Числе Без Инженерно-технических Административных Работников Потому Что У них Больше Свободного Времени В первую Очередь Они Могут Быстрее Обладевать Теорией И Помогать Своим Рабочим На своем Производстве В том Числе С одной Стороны С другой Стороны Если Говорить Об Организации Профсоюза То Ведущий Принцип Все-таки Сейчас Организации Это Принцип Производства То есть Профсоюз Создается Из Членов Одного Коллектива Поэтому При этом Не важно Являешься Ли ты Рабочим Или Являешься Ли ты Инженерно-техническим Персоналом Соответственно Получается Что Организовать Профсоюз Или Объявить Забастовку Вы не можете Силами Одних Рабочих Тем более Если Они у вас Отдельно Находятся Если Это Отдельное Совершенно Подразделение Отдельный Филиал И там Может быть Создана Отдельная Профсоюзная Организация Тогда Да Тогда Это Может Решено Вопрос Но Договариваться Неизбежно Придется С большим Количеством Людей В том Числе И которые Стоят На Классовых Позициях Бурразии Переубеждать Для того Чтобы Объявить Забастовку Кого-то Все равно Придется Привлекать На Свою Сторон Известны Вам успехи Борьбов Забастовка Тем более Что Сейчас Курьеры На Подъеме Этот Бизнес Активно Развивается И У них Есть Возможность Добиться По крайней Мере Повышения Заработной Платы Есть Примеры Ведет Ли Рабочая Партия России Сотрудничество С другими Политическими Парни Ну Смотря Что Что Называть Сотрудничеством Да Определенное Взаимодействие Мы проводим С другими Политическими Партиями Наиболее Тесное Сотрудничество Если Можно Так Выразиться С РКРП С С Этой Партией Мы Собственно Говоря Проводим Совместные Занятия В университете Рабочих Корреспондентов Каждый Четверг В 19 Часов Это происходит И на территории РКРП В помещении РКРП Там Присутствуют Постоянно Члены РКРП И Часть Лекции Читает Часть занятий Проводят А также Представители Российской Коммунистической Рабочей Партии Не тормозит ли Борьбу на экономические Интересы Незаводство И протестные Действия Против Ограничения Прав Граждан Под предлогом Пандемии Не происходит Смещение Акцентов Дело в том Что Вот эти Ограничения Они Усиливают Тот Гнет Под которым Находятся Трудящиеся Уже В данный Момент То есть Это дополнительные Еще Это может Стать Последней Соломинкой Которая Переломит Спину Верблюда Мы видим Что Протест Идет Именно Пост Против Тоже Самой Вакцинации Несмотря На то Что Эта Мера Разумная Но Тем не менее Протест Пошел Именно Против Нее Почему Потому Что Это Вторжение Как бы Уже В личное Пространство Человека Уже Дальше Некуда Пока Тебе Залезают В карман Видимо Это Недостаточно Близко Когда К тебе Приходят Уже Так сказать Со шприцом С иголкой Да Тут Уже Как бы Возникает Возникает Чувство Протеста Конечно Здесь Эту Ситуацию Работники Должны Использовать В своих Целях И требовать Не только Проведение Тех мер Которые Предписаны Правительством Предписаны Роспотребнадзором Но И выдвигать Более широкие Требования Направленные На улучшение Условий Труда На Проведение Оздоровления На укрепление Иммунитета И так далее То же самое Повышение Заработной Платы Достоверно Увеличивает Продолжительность Жизни Уменьшает Приверженность К вредным Привычкам Например Поэтому Да Надо Говорить О том Что Мы Граждане Законопослушные Мы готовы Исполнять Закон Но и вы Исполняете Почему Мы должны Работать На неисправном Порудовании К нам Пристаете С Прививками И масками И в то же время Выключаете Датчики Метана В шахтах То есть Закон Должен Закон Есть закон Он должен Соблюдаться Со всех сторон И пока Такие требования Не будут Предъявлять Работники Они будут Страдающей стороной Поэтому Каждое Действие Должно Использоваться В интересах Рабочего Класса К вам Так сказать Приходят С прививкой А вы С требованием Там Расширенной Диспансеризации Улучшение Условий Труда Обеспечение Средствами Индивидуальной Защиты Сокращением Рабочего дня И Повышение Заработной Платы Я думаю Что вопрос О прививках Отпадет Сам собой В обмен Не в обмен А просто Ничего не в обмен Просто Встречные Требования Конечно Всегда Выдвигать Требования Слышали ли вы Когда нибудь О профсоюзном Боди Виктория Гарсия Дюна Как Нима Относится О профсоюзном Боди Ну Боди Бод Бод это Робот Как бы Я Лицом Да А сам Везде Когда Робот Говорит Но Это не Бод На самом деле Это Не Бод Это же Реальный Реальный Персонаж Не могу Вам Сказать Ничего Подробного По Этому Персонажу Знаю Что Это Живой Человек Почему Бод Обычно Когда В программе Работает Назоват Бод И Имеет Смысл Бороться За свои Экономические Права Работая Бюджетной Организацией Какая Разница Бюджетно У нас Достаточно Много Бюджетных Организаций Пример Профсоюзное Действие Показывает Потому что Борьба Бюджетной Организации Не только Возможна Но и Эффективна Есть Определенные Ограничения По Забастовкам У нас Довольно Жесткое Забастовочное Законодательство Которое Запрещает Во всех Жизненно важных Отраслях Забастовки Но Примеры Видеоспитчеров Показывают Что При определенной Изобретательности Можно Проводить Разные Формы Коллективных Действий В рамках Закона Но тем не менее Добиваться Результатов Есть Другой Аспект Что Если Речь идет О То В рамках Бюджета Заработная Плата На самом Деле Мы Видим Что Бюджет Это Не Исполняются Те же Самые Майские Указы Так Назваем Президента Дорожная Карта О Повышении Заработной Платы Бюджетникам Оно Далеко Не во всех Регионах Исполняется Поэтому Имеет Смысл Бороться И добиваться Играет КПРФ Параг Какую-то Положительную Роль Для Рабочего Класса России КПРФ Не может Играть Положительную Роль Рабочего Класса России Потому Что Она Последовательно Раз за Разом Эти Интересы Придает И Продолжает Это Открыто Демонстрировать К Сожалению Само Название Этой Партии Не Соответствует Ее Истинной Природе Они Четко Идут Так Сказать В струе Политики Правящего Класса Но Отвлекают Трудящихся От действительной Борьбы Поэтому Их роль Скорее Отрицательная Они Внушают Надежду На то Что Парламентским Путем Можно Решить Вопросы Коренные Вопросы И Осуществить Интересы Рабочего Класса Соответственно Создают Парламентские Иллюзии В советское Время Прививки Делали Никого Не Спрашивали Почему Сегодня Такие Проблемы С прививками Виновата Извечная Демократия Легализация Проблема На самом деле Не с прививками Вообще Потому что Есть Национальный Календарь Прививок Который Соблюдается В общем и целом Тем не менее У Гражданина Или у Родителей Есть Право Отказаться От Каких-то Прививок Что Приводит В общем-то К Определенным Ограничениям Для Него В Жизни И В Профессии Но Поскольку Это Не носит Такой Массовый Характер Это Остается Практически Незамеченным В конце Концов Если Ты Не Хочешь Вакцинироваться От Дифтерии Ты Не Сможешь Работать В Здравоохранении Выберешь Себе Другую Специальность Проблема Возникла Конкретно С Вакцинацией От Коронавируса И На Это Повлияло Конечно Множество Различных Причин В Первую Очередь Это Крайне Непоследовательная Политика В Отношении Противоэпидемических Мер И В Отношении Вакцинации Постоянные Противоречия Между Заявлениями Самого Верха И Действиями Властей На Местах И Общие Недоверия К Российской Власти В целом Какие положительные Примеры Профсоюзы России Могут Перенять Профсоюзы Ведущих Европейских Страх Прежде Сего Это Отстаивание Интересов Трудящихся И Богатый Опыт Забастовочной Борьбы Дело в том Что Действительно Российское Забастовочное Законодательство Является Одним Из Наиболее Жестких Наиболее Ограничивающих Но Надо сказать Что Более Мягкое Более Либеральное Забастовочное Законодательство В Ряде Стран Оно Оно Не является Подарком Со стороны Правящего Класса Оно Было Вырвано У Правящего Класса Путем Упорной Забастовочной Борьбы Забастовки Всегда Если Мы Оглянем Исторически Забастовки Всегда Практически Начинались Как Нелегальные Действия Не рассматривались Как Преступления Забастовки Сажали В тюрьму И Зачинщиков И Участников Забастовки Но Забастовки Это Не пренебривало К прекращению Забастовок И Постепенно Забастовки Стали Признаваться Допустимыми А потом Стали Разрешенными Но Опять-таки Это Реакция На Забастовки Потому что Правящий Класс Был вынужден Вести В легальное Русло Вот Эту Активность Масс Для того Чтобы Избежать Разрушения Экономики Крупных Потерь Поэтому В большинстве Развитых Экономик Мира Забастовки Разрешены Это прописано В законе Либо Это Решается По Прецеденту То есть По Судебные Решения Выносятся Как В Германии По Признанию Забастовки Законной Но Тем не менее Эти Забастовки Длительные Они Охватывают Большое Количество Работников И Надо Также Отметить Что Дисциплина В профсоюзах Очень высока То есть Если Профсоюз Объявляет Забастовку То Член Профсоюза От нее Отказаться Не может У нас Сплошь И Рядом Во-первых Профсоюз Не может Объявить Забастовку Но Опять же Потому что Профсоюзы Не добились Этого Права А С другой Страны Да Никакой Дисциплины В данном Вопросе Нет В первую очередь Нужно Найти Себе Единомышленников Кто Считает Так же Что Профсоюз Ничего Не Делает В данном Случае Имеется Ввиду Первичная Профсоюзная Организация Не Профсоюз В целом Первичная Профсоюзная Организация Хотя Бы Три Человека Для Того Чтобы Попытаться Изменить Ситуацию Если Вы Рабочий То Попробовать Создать Рабочую Секцию В Профсоюзе Обсуждать Вопросы Профсоюзной Жизни Прежде Всего Это Касается Заработной Платы Условий Труда Рабочего Времени Оптимально Написать Свой Проект Коллективного Договора И дальше Работать С Своими Товарищами Предлагать Этот Вариант Попробовать Получить Поддержку И уже Получив Поддержку Коллектива Обратиться К руководству Профсоюза Или Переизбрать Его Если вы Получите Большинство Переизбрать Руководство Профсоюзной Первичной Профсоюзной Организации Для того Чтобы Первичная Профсоюзная Организация Действовала В Интересах Коллектива Вот Таким образом То есть Надо понимать Что Первичная Профсоюзная Организация Это Не Правком Это Люди Которые В ней Состоят Если Сами Члены Профсоюза Ничего Не Делают Правком Ничего За вас Не Решит Даже Если Вы Выберете Самого Передового Человека Председателем Правкома Не Будете Выступать Коллективно Не Будете Выступать Сообща Один Председатель Ничего Не Сделает В Лучшем Случае Он Добьется Каких-то Минимальных Улучшений И Большей Тепени Для Себя Либо Его Уволят Под Тем Или Иным Предлогом То Есть Профсоюз Это Дело Коллективное Это Массовая Организация Трудящихся Поэтому Берите Товарищей Не Надо Выходить Из Профсоюза Который Ничего Не Делает Он Ничего Не Делает Потому Что Вы Ничего Не Делаете Собственно Говорю Пока Вы Не Будете Давить На Собственного Председателя Правкома Естественно Давить Можно Не В Одиночку В Одиночку Вы На Него Не Надавите Потому Что Он Вас Сдаст От Администрации Обращаются Работайте Внутри Создавайте Внутри Профсоюза Здоровое Ядро Людей Которые Действительно Хотят Что-то Изменить В лучшую Сторон На Своем Предприятии Спасибо Да Почему РПР Не Ведет Просвитие Косклоракону В пику Антивация Или Что-то Пропустит Я думаю Что Вы Пропустили У нас Было Несколько Статей На Эту Тему То Что Эти Статей Касались Во-первых Сути Проблемы Статья Посвященная Собственно Горя Вакцине Как она Работает Какие Плюсы Какие Минусы От Вакцинации Вторая Статья Была Посвящена Что Нужно Делать В Период Пандемии И То О чем Я Говорил Собственно Говоря В этой Статье Изложено То есть Не Нужно Зацикливаться На Пандемии Вакцинации Нужно Использовать Этот момент Для Разворачивания Борьбы За Свои интересы За улучшение Условий Труда Повышение Заработной Платы Соблюдение Трудового Законодательства То Что Касается Борьбы С Антиваксерами То Здесь Позиция РПР Такая Как В любой Борьбе Против Чего-то Мы Боремся Не Против Чего-то Мы Боремся За Боремся За Интересы Рабочего Класса За Улучшение Жизни Рабочих За Сохранение Здоровья Трудящих И Эта Антиваксерская Компания Скорее Сего Сойдет На Нет Как Только Разрешат Западные Вакцины К Применению Территори Российской Федерации Как Только Интересы Так Сказать Западных Фармацевтических Компаний Будут Удовлетворены Я Думаю Что От Антиваксеров Они Останутся И Следа Как Вы Оцениваете Степень Политизации Нынешнего Российского Общества В сравнении С 90-ми И Нынешними Годами В целом Я думаю Что По сравнению С 90-ми Годами Конечно Степень Политизации Значительно Ниже Потому Что Мы Не Видим Массовых Выступлений Трудящихся Так Так Как Это Время Во Во Время Объединенного фронта Трудящихся Например Такого Мы Не Наблюдаем Мы Не Наблюдаем Сейчас Массового Профсоюзного Движения Массовой Забастовочной Борьбы Поэтому С этой С этой Точки Зрения Степень Политизации Конечно Меньше Что Что Касается 2000-х Годов Ну Здесь Сложно Достаточно Сравнивать Потому Что Период Времени В общем Который Прошел 2000-х Собственно Горя Мы Еще В 2000-х Наверное Как-то Находимся Я думаю Что Примерно На одном И том же Уровне Находится Эта Компания Антиваксерская Нельзя Назвать Компанией Политической Я думаю Что Здесь В основном Интересы Экономические Сталкиваются Если Вопросов Нет Спасибо Всего 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 Всего